Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Трейсер. Смотрите, какая сегодня чудная погодка. Последнее время постоянно серое небо, такая мрачная, блеклая картинка. А сегодня просто песня-погодка. В общем, в прошлой серии, если вы, ребята, еще не смотрели, там где-то подсказка выскакивает, там можно целый плейлист посмотреть пошагово с самого начала, как мы начинали строить эту землянку, мы вскрыли крышу морилкой. Сегодня у меня в планах вот тут все вскрыть морилкой, видите, такие потеки, и зашить вот эти боковушки. И еще нужно будет сделать приток свежего воздуха, то есть установить вентиляцию. И, надеюсь, в этой серии я уже впервые заночую, ребята, в своей земляночке. Смотрите, ребята, какой у меня тут срач происходит. Вот я строил печку, и все, засрал, засрал, засрал. И как же моя бабушка, господи, помыл это ведвертой. Вот, еще морилки принес немножко, потому что, смотрите, в прошлый раз крышу вскрыли, но мы таким щедрым слоем вскрывали. Смотрите, сколько осталось, поэтому докупил и принес сегодня еще такую морилочку. В общем, будет немножко, наверное, дольше, чем снаружи. Но я думаю, все равно, что справлюсь достаточно быстро. А сейчас что? Сейчас используем остатки вот этой морилки. И будем уже потом открывать новую. Так, берем, ребята, морилочку. Аккуратно залазим на стремянку. И начинаем вот такими вот плавными нежными движениями. Все это вымазюкивать. Конечно, сверху это было куда удобнее сделать, потому что я вот сейчас уже... Наверное, надо кисточку как-то более нежно макать, потому что она уже все на руки капает. Сейчас, наверное, весь буду в этой морилке. А, по рукам потекло уже, смотрите. Уже какие руки. Не успел два раза мазнуть кисточкой. Такой промежуточный момент, давайте я вам покажу. Начнем с моей руки. Самый честный обзор трассерящей руки. Смотрите, какая черная рука. В общем, тут вот так вот покрасил. Это все дело, на самом деле, не так быстро делается, как хотелось бы и как мне казалось. Но ничего, с этой стороны осталось из сложных моментов вот эту сторону еще вскрыть. Хотя, в принципе, здесь, видите, уже многое можно с лестницы. Ну, а эту сторону, в принципе, с лестницы, я думаю, будет достаточно просто. Такой вот небольшой этап, знаете, вскрыть морилкой, но своровал много времени. Ну, ничего, надеюсь, сегодня хоть впервые я все задуманное успею. Кстати, смотрите, такой еще небольшой обзорчик, как я тут все заляпал это дело. Начитался, кстати, ваших комментариев. Да, надо будет вот эту кору убрать, обшкурить или как это правильно называется. И потом это все тоже залить морилкой. Так что то, что я разляпал тут такие следы, это, я думаю, не страшно. Все в будущем, это все до неузнаваемости еще поменяется. И поубирается, чтобы было чистенько, порядочно. И надо будет, короче, взять какой-то шпатель, дозамазать такой смесью до самого конца, чтобы было красиво. И тут как-то это все дело поровнять. Ты тоже устаешь от постоянного перекладывания вещей на полках, благо в скором времени представят робота, который на основе искусственного интеллекта будет заниматься этим делом. Он войдет в нашу жизнь так же, как робот-пылесос, о котором мы так наслышаны. Сейчас этот проект только в разработке, но инвестиционная компания Avalon уже успела вложиться в этот проект. И как только он будет закончен, его хотят купить компания Google. Сделку оценивают примерно в 12 миллионов долларов. И компания Avalon получит от этого внушительный процент. Также эта компания занимается уже более 7 лет инвестированием в крипту, игровые проекты, перспективные стартапы. Avalon также не забывает про своих инвесторов, которых уже, кстати, 320 тысяч по всему миру. Уже более 5 лет каждый инвестор площадки Avalon зарабатывает 1,3% ежедневно к вложенной сумме. Пока не поздно и ты можешь стать инвестором, создав пассивный стабильный доход, надежность и простота. Это все про Avalon. Пройди регистрацию по ссылке в описании и ты станешь инвестором. Остались вопросы, круглосуточная горячая линия и офис Москва-Сити к твоим услугам на их сайте. В принципе, оно все вскрыто. Надышался уже, честно говоря, поначалу как-то не чувствовал, а потом надышался. Свежий воздух называется. Поставили обратно дымоход на место и сегодня с собой принесли. Тяжело очень было нести рулон вот такого вот рубероида. В общем, сейчас его разматываем и вот так как-то по крыше, я думаю, наверное, вот так полосами снизу вверх, чтобы оно все, вот это дело стекало. Единственное, что я не знаю, как мы будем обходить окна. Надо будет как-то красиво обойти и, ну, чтобы оно герметично прилегало и туда вода, ну, под низ, короче, не попадала. Скажем так, четкой инструкции, как это все будет происходить, как бы нету. Планов тоже никаких нету. Сейчас, короче, по ходу будем как-то решать, что-то предпринимать и, ну, пытаться делать, чтобы было красиво. Как говорил в прошлом видосе, двойную работу делаем. Накрывал раз крышу, теперь накрываем второй раз. Ножа сегодня, ребята, нету. Приходится. Все равно не по месту. Прошло, в принципе, немного времени, впервые, наверное, за последних пару серий, говорю, прошло немного времени, потому что вдвоем это делать, конечно, куда было проще. В общем, как-то так застелили лишний, точнее не лишний, а нижний слой у нас вышла клеенка. И смотрите, в прошлый раз, когда я накрывал вот тем гидробарьером, или как оно называется, я в процессе понял, что будет такая проблема, что когда буду накидывать землю, она будет падать. Или, допустим, зимой будет снег, и, ну, как бы тоже будет падать все на окно. И было принято решение сделать вот такие, типа, карапа, буквой П на каждом окошке, для того, чтобы, ну, земля не попадала туда, и снег, если такой будет. Потому как в наших краях в последнее время что-то зим вообще практически нету. Ну, не знаю, надеюсь, в этом году будет снежок, зима. И я буду греться вот там, сидеть своей печкой, и не замерзну. В общем, что, сейчас еще делаю две такие, и точно такие же конструкции на ту сторону. Итак, друзья, всем снова здравствуйте. Наступила, наконец-то, таки зима. Ну, не скажу, что я ее прям сильно ждал, но можно уже заметить, вот, смотрите, легеньким таким снежком покрылся песочек. Кстати, это не очень хорошо, потому что сегодня мы этот песочек будем трогать лопатами, и он уже малость подзамерз. В общем, в прошлый раз я, когда здесь был с Денисом, мы натянули рубероид, сделали вот такие вот коропа типа, для того, чтобы землю, когда будем закидывать, ну, чтобы она, короче, на окно не шла. Это все, конечно, надо еще загерметизировать, каким-то герметиком будет. Кстати, меня вот это смущает, что окно замерзло. Надеюсь, хоть какой-то свет оно будет пропускать. Давайте спустимся внутрь. Кстати, дверь открытую в землянке оставил, что не очень хорошо. Ну, короче, у нас сегодня с Артемом задача такая. Мы должны привести землянку в такое состояние, чтобы здесь можно было ночевать. А, это значит, что нам нужно 100% зашить боковушки, сделать вентиляцию. Печка, в принципе, уже готова, минимально прибраться, и можно спать. В принципе, смотрите, они как бы затянулись такой пленкой ледяной, но все равно какой-то свет пропускают. Правда, конечно, небо так прям, может, не видно, но какой-то белый свет все равно поступает. Сегодня ударно до последнего, здесь боремся, потому что мы должны сегодня ночевать в землянке. Все. Короче, сейчас надо как-то придумать, как зашить вот эти боковушки. Есть пару вариантов. Не буду вам говорить, какой вариант мы будем использовать, потому что мы еще до конца не уверены. Вот, когда пойдет работа, я вам тогда расскажу. Артем уже рубит дровишки, сейчас что-то будет готовить. Сейчас будешь готовить или потом? Попозже, сейчас замаринуем мяско по рецепту от Обломова. А вечером будет у нас такой шашлычок, земляночка, природка, морозец. Очень хорошо, ребята, что печка уже достроена, потому что, ну, без печки тут ночевать реально уже было бы холодно. Уже все-таки, ну, сегодня 2 декабря. На этом этапе, ребята, мы решили немножечко щитерить. Ну, с одной стороны это читинг, с другой стороны это можно назвать дизайнерское решение. В общем, здесь, в принципе, возле этого дома, где мы все строим, здесь очень много заготовленных дров есть. Есть порубленные, а есть просто вот такой кругляк. Смотрите, вот такие вот, давайте сверху возьму, чтобы не разрушить эту конструкцию, которую я складировал. Есть вот такой вот кругляк. И возникла идея, почему бы не сделать вот так просто вот выкладывать, 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 аж под самый верх. Здесь, ребята, очень много дров есть, но на стенку одну такую, смотрите, какой тут пролет такой, ну, немаленький. В лучшем случае хватит одну сторону зашить. Если не хватит, ну, пройдемся где-то с пилой, с топором, сухостоя найдем. Здесь, в принципе, вот с чем-чем, но с древесиной проблем никаких нет. Ну, как бы массово вырубливать не будем, но если там какое-то одно-два дерева сухостоя срубим, то ничего страшного. Тем более, смотрите, мы будем троцевать вот такими вот короткими кусочками, так что я думаю, что, в принципе, нам, ну, от силы там 3-4 дерева понадобятся. Больше проблема будет их распилить на вот такие вот кусочки. Ну что, ребята, сейчас вот так понемножку, давайте, с самого края начнем. В принципе, зрелище, думаю, не особо интересное, поэтому давайте сейчас вот эту кучу я выложу. Там мы нашли какую-то тележку такую, типа, как строительную, еще, наверное, советскую. Артем перевозит сюда вот эти дровишки, тут мне выкладает, и вот так буду складировать, видите. Сейчас давайте уже для примера следующий ряд положим, самую малость. Вот так, оба. Ну, понятно, что не просто мы дровно кидаем, мы с той стороны какой-то типа а-ля барьер сделаем, то есть у нас еще остался гидробарьер с крыши, который весь не задействовался. И потом уже закидаем с той стороны гору песка. Конечно же, выведем вентиляцию, потому как будет очень глупо угореть от этой печки. Хотя, мы ее проверяли, вроде бы как она не троит, но это все дело проверится, когда уже землянка будет в своем практически окончательном виде. Дровно очень много не хватило, но почти целую стенку зашили. Вот здесь, смотрите, установил такую трубу, это будет приток свежего воздуха. С той стороны нужно будет сделать, ну, как бы, чтобы воздух выходил. Типа, плохой там, углекислый газ, всякая такая вот эта штука-дрюка. И, я не помню, кто из вас в комментариях, но много кто на самом деле писал по поводу вентиляции и дельные советы. За что вам, ребята, большое-большое человеческое спасибо. Либо, вот, реально, ваши советы очень так, ну, хорошо иногда дополняют как-то мою земляночку. Смотрите, сюда, короче, будет заходить свежий воздух, он будет через низ идти и выходить вверх. Таким образом, в принципе, и низ, и вверх, если я все правильно понимаю, ну, как бы, будет в свежем кислороде. Единственное, что не знаю, хватит ли диаметра этой трубы для того, чтобы обеспечить здесь нормальный уровень кислорода. Ну, в принципе, проверим. Желательно бы это, конечно, проверить так, чтобы не угореть, но я, короче, не знаю еще как, но мы как-то проведем сегодня тесты, сделаем эксперименты. Ну, и надеюсь, что все будет хорошо. Если все будет хорошо, то придется здесь ночевать. Я, честно говоря, уже очень хочу, потому что... Сколько мы уже месяца два, да, если не больше этот проект идет? Три. Три? Ну, в принципе, если вот взять в расчет то, сколько мы еще ям вот здесь копали, то, да, наверное, уже три месяца. И вот, наконец-то, ребята, впервые, сегодня мы будем тут ночевать. Итак, ребята, самый честный обзор тачки. Не знаю, советская, не советская. Колесо спущено. Вообще понятия не имею, живая там камера или нет, но, в принципе, она едет. Со своими задачами она очень справляется, потому что в руках носить вот такие колодки, ну, я вам скажу честно, не очень удобно. Ну, в общем, стояло тут сухое дерево, срубили, точнее, срезали всего лишь одно дерево, и нам, в принципе, его с головой достаточно. Видите, уже такая же малость трухлявенькая. Большую часть его уже я немножко, немножко Артем перевез. Сейчас догружаю вот это все дело в тачку. И идем уже закладывать стену. Кстати, смотрите, как темнеет. Ну, вам, наверное, в камеру это не очень видно, но, в принципе, вы видите, что уже, знаете, насыщенность, яркость, оно как-то все уже так потухло малость. В общем, вот было дерево, вот тут оно лежало. Я его везде пилил, 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 и аж вот его верхушки были. Ну, вот эту ветку мы уже, наверное, брать не будем. А вот эти еще, в принципе, о, видите, кстати, это верх дерева был. Оно уже сломано было малость даже. Ну что, ребята, получилось примерно вот так. С той стороны вы, в принципе, уже видели. Вот еще есть остатки гидробарьера. Сейчас я думаю, вот сюда, наверное, как-то в напуск возьму этот гидробарьер. Здесь какую-то, типа, планочку прикручу. И накидаю, получается, застелю вот здесь. И закидаем это все максимально герметично вот этим вот виском. Кстати, вы вот видите, что вроде прохладненько. Я вроде такой полураздетненький. Ну, спасибо за то, что у меня тепло. Компания МТАК, с которой я уже сотрудничаю около года. Это украинский бренд, который делает милитарий одежду. Там, тактическую одежду, для туризма товары. Короче, много-много чего интересного. Ссылки на все мои вещи и на сам магазин Милитарист.ua будет в описании. А я вам, ребята, покажу сейчас, как хорошо копается земля. Смотрите. О, камень тупо. Потому что на улице минус. А минус сколько мы не знаем. О, смотрите, вообще. Минус сколько мы не знаем, потому что мы не взяли с собой градусник. Но в следующие разы возьмем градусник. На самом деле, вот проект долго тянулся. Ну, он еще, конечно, далеко не закончен. Но здесь уже можно жить. Как раз, можно сказать, первые холода у нас наступают. И можно жить уже. Хорошо, что у нас, в принципе, зимой лютых морозов не будет. И еще будет время, так сказать, доделать саму землянку. Потому что работы, на самом деле, еще очень много. Ребята, в общем, смотрите, установили дымоход. Смотрите, искры аж прям летят сюда. Кто-то писал в прошлой серии, что нужно поставить какой-то пламя-гаситель сюда. Я пламя-гаситель только по папку знаю. Я примерно понимаю, что это такое. В следующий раз, возможно, да, принесу сюда. Одену какой-то пламя-гаситель. Слушайте, какой звук. Вот эта переходная пластина, с которой заканчивается печка, начинается дымоход. Она плохо установлена. И она немножко троит. Или травит, наверное, да? Троит этот мотор. В общем, ребят, было принято решение, чтобы мы не угорели. На всякий случай. Пускай мы замерзнем. Но тут дело принципа уже переночевать в этой землянке. В общем, мы вот эти стороны засыпать не будем. Я сейчас только до ума доведу. Вот это будет выход у нас, получается, углекислого газа. Я вот эту трубу чуть-чуть ниже опущу. Ну, чтобы она была практически горизонтально, но чуть-чуть ниже, чтобы влага не попадала. И углекислый газ выходил. И мы трогать сегодня это не будем. Засыпем и доведем до ума мы это уже в другой раз. Пускай мы замерзнем. Но мы в какой-то веке здесь наконец-то переночуем. Честно, ребят, там хотите верьте, хотите не верьте, что мы вот реально будем ночевать. Потому что всегда найдется такой говнюк, который напишет, а они в доме ночевали. Ребят, честно, я от всей души строил эту землянку. Вот Артем говорит, начало проекта было положено там 3 месяца назад, да? Ну, грубо говоря, там строится на 2 месяца. Честно, я уже просто пищу, насколько я хочу в ней переночевать. Короче, что, ребят, сейчас минимальные правки вносим. И все. Можно убирать внутри землянку и готовить, так сказать, там все ко сну, к поляне и к всему такому подобному. На самом деле, мне кажется, мы немножко замерзнем внутри, но... Ничего страшного, зато мы не угорим. Честно, печка, печка сейчас прогреется, ты увидишь. Вот я, ну, я верю почему-то, но я не знаю точно. У нее сумасшедший КПД должен быть, то есть я сомневаюсь, что мы замерзнем. Короче, все, ребят. Сейчас чуть-чуть там подправлю, чтобы угол трубы был, присыплю ее, чтобы она никуда не делась. И будем уже заниматься уборкой землянки. Вот, вот так вот, ребятки, горит все. Уже, кстати, можно подкидывать. Так. Не, она еще холодная, она еще не нагрелась, но... Я думаю, что еще недолго, и она реально прогреется и начнет отдавать тепло. Помимо того, что она начнет отдавать тепло, здесь еще скопилось реально очень много влаги. Дверь всегда в землянку была открытая. И надо, чтобы эта влага тоже повыходила. Короче, тут еще... В идеале, конечно, не жить, а просто протопить ее. Ну все, ребята, уже можно осмотреть землянку, смотрите, запотевшие, точнее, заледеневшие такие окна. Конечно, ожидал, что первая ночевка будет поприкольнее, типа небо звездное, все дела будут видно. Вот такой барьер немножко здесь присобачили. И очень непродуманный момент был с кроватями. Я представлял себе, что мы положим несколько уровней поддоны и на них сможем спать. Но не все так склалось, я гадалась. Короче, поддоны по длине... Ну, с той стороны два поддона по длине ложатся. А вот здесь не ложатся. Пришлось что-то такое колхозить, мастырить. И смотрите, поддоны очень широкие и близко возле печки. В общем, сегодня пока что будем спать так. Что будет дальше, не знаю. Вот такой, типа, барьер тепловой сделали. Ну, я не знаю, мне кажется, он все равно будет проводить тепло будет. Но я надеюсь, что от этого тепла стенка наша деревянная не загорится. Смотрите на печку. Тяга как реактивная. И при этом, смотрите, поддувало-то, в принципе, было почти закрыто. Короче, тянет капец. Мне кажется, даже можно призакрыть вот так малость, ребят, поддувало, чтобы количество дров, так сказать, сэкономить немножко. Смотрите, с нее все идет такой пар. Мы надеемся, что это пар. Потому что, ну, в принципе, не может со всех щелей с нее дымить. И это, скорее всего, влага еще в этом самом растворе, типа, была. И она сейчас идет. Такой естественный запах характерный. Вот, смотрите, кстати, снизу, если видно, я не знаю, видно ли вам переход цвета на вот этом растворе, там, темнее, там, светлее. То есть это говорит о том, что с него еще выходит влага. Ему еще по-хорошему, на самом деле, нужно пару раз так капитально эту печку протопить. Так, я не уверен, что вам видно, ребята, будет вот этот пар. Поэтому давайте под разными углами попоказую. Вот, смотрите, видите. Возможно, кстати, вот это даже, ну, дело не в том, что я плиту эту сверху плохо установил. А дело, может, в том, что реально пар выходит. Но это все, конечно же, да, в будущем надо будет дозамазать как-то. Вот так вот стены наши выглядят. Это, конечно же, красивее собрано, чем вот это. Кстати, смотрите, реально, все в пару. Я надеюсь, что это пара, не дым. Ну, ничего, мы, ребят, сейчас, на самом деле, на часах около пяти часов вечера. Спать мы еще не скоро будем. Если что-то будет, в принципе, не так, я думаю, что мы вовремя это успеем заметить. Но если до часов 11-12 что-то будет не так, я думаю, мы это заметим. Короче, будем стараться быстро не ложиться спать. Давайте выйдем на улицу, подойдем к Артему и посмотрим, что же Артем там делает. Это Тёма. Тёма меня ждал, мне им сказал, нужна моя помощь. А, блин, в лицо не свети так. Прости. У нас будут шашлычки. Шашлычки. Ну, рецепту от Обломова. Сейчас Артём будет готовить шашлык. Я вам не буду показывать, как он его готовил. Если хотите посмотреть, ссылка где? Правильно, ребята, ссылка в описании. А я вам уже покажу готовый шашлык и скажу, какой он будет вкусный или не вкусный. Наверное, надеюсь, что будет вкусный. Тёма, в принципе, сколько раз приезжал сюда, ни разу ещё не подводил, всегда готовил вкусно. А ещё, а ещё и все комменты лайкуют. Все, все, все. Я вот сижу сейчас, жду Артёма, он там пошёл доготавливать шашлык и такой думаю, как всё реально, ну, прикольно вроде выглядит, но немножко ущербно. На самом деле, нужно будет, чуть-чуть не рассчитали, видите, со стройматериалами, потому как суперчёткого проекта не было. Примерные были расчёты, там, да, но точных не было. И, видите, не хватило стройматериала, чтобы, а, зашить вот эти части. Потом не хватило стройматериала, чтобы затихать кровати. Кровати изначально вообще планировались с поддоном, но, видите, с поддоном реально вышла беда, потому что нужно было это какой-то чертёж нарисовать, там, размеры поддонов снять хотя бы. А то, как-то, знаете, на глаз оно выглядит, типа, ну, поместится, как-то оно будет. В общем, надо будет как-то организовать вопрос с кроватями, потому как, ну, такие кровати вообще никуда не ходятся, и нормальный нужно будет сделать стол. Опять же, нужно будет нормально здесь, ребята, прибраться, позадувать пеной. Я решил всё-таки пеной задувать щели, обшкурить вот эту кору. Возможно, ещё раз вскрыть потолок, но, честно, ребят, я в прошлый раз еле отмыл руки. То есть, это в этой серии, вы видели, у меня уже пару дней прошло. Я, короче, чем только не пробовал, лимонной кислотой пробовал, не получалось. Мне только Женя сказал, мой кент, с которым мы раньше там на руфы, на заброшки разные лазили, сказал, пробуй доместос, именно там какой-то синий был доместос. Короче, я с Голи напополам им отмыл, правда, руки потом ещё очень долго пекли. Вот сейчас, кстати, да, когда яркий свет лупят в потолок, видно, что вот. В принципе, можно ещё морилочки немножко добавить. Надо будет ещё доделать дверь, чтобы когда дождь был, она не протекала. Говорили, нужно сделать тамбур для двери, потому что если снегом завалят. Ребят, мы где-то не в Сибири живём. У нас, в принципе, зимы становятся с каждым годом теплее и теплее. У нас, я реально уже не помню, когда был большой снег. Я думаю, что, в принципе, если от влаги защитить эту дверь, то, в принципе, нормально будет. Также, ребят, возможно, я что-то провтыкал, чего-то не вижу. Пишите ваши комментарии. Мне очень нравится читать ваши комментарии по поводу землянки. Особенно, когда дают люди дельные советы. Не просто там, сделай так. А вот когда пишут, сделай так, потому что так-то, так-то, так-то. То есть, чтобы я понимал, почему так сделать. А не просто вот, раз сказали, значит, так делаю. Сейчас будет зрелище не для слабонервных. Я намочил полностью ноги, носки. И сейчас положил на печку носки, пускай немножко просохнут. Они, короче, все уже там мокрые, в опилках, во всякой бяки-билибердяки. Короче, сохнут, чтобы мне спалось в теплых носках. Кстати, ребята, когда спите где-то на природе, либо в каких-то необычных условиях, всегда в спальник одевайте носки. Вот, можете спать в термобелье, можете голый спать, но носки святое. Даже если у вас суперкрутой модный спальник. В общем, ребята, у нас немножко поменялась обстановка. Смотрите, света у нас в землянке нету, но сегодня здесь света столько, что, наверное, у нас где-то с МКС видно. В общем, Тема принес себе одеяло. Взял подушку. Я долго не думая, пошел, взял себе тоже подушку. Одеяло я себе не брал, потому что, смотрите, какой у меня топовый... Блин, что-то накапало. Морилка! Какого хрена она капает сверху? Реально морилка капает. Капец! Я только хотел похвастаться, смотрите, ребята, какой у меня толстый, мега лютый спальник. Это зимний рыбацкий спальник, в котором можно, ну, в такую погоду точно спать на улице. Я не понимаю, какого хрена морилка капает сверху? Кстати, смотрите, ребят. Вот ближе поднесу, капельки морилки видно. Может, это, конечно, какая-то сок сосны, но мне по цвету на морилку больше похоже. Я полагаю, она, наверное, до конца, может, не просохла. Блин, вот такой вечер взяла, эта морилка испортила. Смотрите, сидим тут, такой каминчик себе сделали, типа, открыли дверку. И реально очень круто. Тёма принес шашлычок, давайте снимем пробу с него. Погоди, первый! Я первый! Ай, ладно. Тём. Говно. Маринад супер, но шашлык малый суховатый. Может, я такой кусочек взял, конечно, но он малый с пересушенным. Ты расскажи, сколько? Ну, маринад бомба просто. Мы его готовили сколько? Часа два, да? Часа два. Маринад топовый, но реально... Нормальный, нормальный, смотри. Малый суховатый. Ребят, открою вам секрет топового шашлыка. Если вот вы, как бы, не на кулинарном конкурсе, то если вы возьмёте ошеек, именно ошеек, и неважно, как вы его замаринуете, если вы просто не спалите, вас все будут хвалить и говорить, какой вкусный шашлык. Но здесь реально вкусный маринад чувствуется. Мы простыкали пару часов, потому что было очень много дел, очень много забот, потому что доделывали вот эту вот всю ерунду, и не было времени, просто нормально следить за которым, поэтому... А там реально холодно, поэтому сидели тут, я перебью, извини, мы сидели тут и бегали туда, ну, как бы, за шашлыком смотреть, переворачивать его. Были угли там на углях, немножко его покрутили, потом угли погасли, а мы возились тут. И потом опять угли сделали, покрутили мясо, пришли сюда. Потом опять разожгли костёр, сделали угли, вертели мясо. Меня смущает, что морилка над нами, и она на нас может капать. Короче, ребят, для меня это сложно как-то понять, но, как по мне, она вроде должна была впитаться и давно высохнуть. Какого хрена она сейчас на нас капает? Возможно, мы слишком жирным слоем залили, но, не знаю, пишите в комменты. Как Тёма готовил, мариновал шашлык? Ты же снимал на видео. Ссылка где? Вот там очки. Ну нет. В описании. В описании, да. В описании. Ну что, ребята, у нас такой вот вечер. Я так понимаю, скорее всего, мы тут будем ночевать, раз уж мы принесли сюда вещи. Ночью, надеюсь, к нам не прилезут никакие волки, медведи, и с нами всё будет хорошо. И, в принципе, утром уже, как будет светло, выйдем на связь. Да, доброе утро. В общем, переночевали мы в земляночке. Так сказать, её распечатали в плане сна. Вот. Серый, как спалось? Спалось отлично. Единственное, что на вот этих, короче, ну, матрасах, так сказать, не очень удобно. У меня ещё такая конструкция, что там ноги свисают малость. Поэтому, в принципе, ну, спать можно. Тепло было. Вот это, я думаю, самое главное кровать. Это, я думаю, можно порешать. Она будет получше в будущем. Хочу показать, как ты дрых. Смотри, на чём он спал. Я не знаю, почему мы её так сложили, а почему мы её так сложили. Потому что она по-другому не помещалась по длине. На часах у нас четверг, 3 декабря, 7.16. Тёма, как спалось? Круто. Реально спалось, очень круто. Круто спалось. Хорошо, что мы не угорели. Хотя, были моменты, когда Тёма, на самом деле, ребята, очень-очень люто кашлял. Я уже даже говорил, Тёма, пошли, может, реально в хату Тёмы? Да не-не-не. Мы, короче, уже потом решили печку не топить. Где-то, Тёма намного раньше меня уснул. Я где-то в 11 только уснул. Проснулся где-то в 6. Полежали немножко, ну, чтобы на улице как-то более светло было, чтобы, знаете, собираться, уходить было как-то по свету. Потому что ночами тут стрёмно немножко на самом деле ходить. В общем, что? Сейчас немножечко поубираем и будем сваливать. чтобы ты примерно понимал, какая температура была ночью. Смотри. Это реально вот лёд. А нам-то внутри было тёпленько. Слушай, ну, реально, это оказалось лучше, чем я думал. Очень тёпленько было. Печку перестали топить часов в 11. И она где-то до часов 4, до часов 5 утра она была ещё тёплой. То есть, прикинь, с 11 вечера до 5 утра печка держала тепло. Я когда увидел, как её серой сложил, честно, думал, что он на руку жопил там вообще триндент. Нет, оказывается, рабочая тема и очень классная штука. Можно сказать, что немного уже прибрались. Так, наверное, всё дело и оставим. Единственное, что... Ой, чуть не упал. Надо будет закрыть землянку, чтобы туда не попадала сырость. В следующий раз надо будет как-то изолировать от воды, короче, дверь. Возможно, тоже рубероидом обтянем, чем-то замаскируем. Присыпать надо будет это всё дело. Да ещё очень много чего. В общем, вырубилась шотокамера у меня, не знаю почему. Вот только что подзарядил, малость, в хатах, наверное, какие-то кровати. Потому что, честно говоря, вот Артёму ещё более-менее нормально на поддонах спалось. Мне не очень, потому что у меня ноги висели всю ночь. Просыпался от этого много раз ночью. В принципе, спать можно. Ну, возможно, спальники зарешали, возможно, не печка. Но печка до утра ещё была тёплая, хотя мы её не топили с 11 до 4, сколько там, 5 часов получается. В принципе, ребят, какое-то такое видео. В следующий раз надо, наверное, сюда приехать мне на трое суток минимум. И трое суток здесь быть и что-то делать. Потому что, вот когда вот так приезжаешь на день, ни хрена не успеваешь, потому что, как ни крути, полдня только на дорогу уходит. В общем, такой видос, ребята, ставьте лайки, если интересно, пишите комменты, пишите много комментов, любых комментов, это помогает очень сильно в продвижении. Спасибо вам за комменты, я все читаю. Всем, ребят, до новых встреч, всем пока.